Ну что, друзья, всем здорово, с вами я, PandoSFX, я очень всех поздравляю с наступившим 23-м годом. Первый видос получается в новом году, и сегодня у нас будет большое открытие паков. В первую очередь у нас вышла вторая команда зимних джокеров, есть много крутых карточек. Также яшники нам выкатили сразу кучу СБЧ, я думаю, я их так или иначе соберу. СБЧ, базовый кумир на выбор, один из трех, да, там не особо большой шанс что-то залутать, но само СБЧ стоит приемлемых денег, там 1150 вроде, поэтому его тоже обязательно соберем. Также надо не забыть забрать легенду FIFA Musa, 99 PS, я думаю, что это будет идеальный супер саб. Я думаю, что 10 жетончиков я успею накопить до конца ивента, я хочу открыть набор с 25 редкими 83. Те, кто смотрели прошлый видеоролик, помнят, как я бездарно проебал 15 токенов на 10.85. У меня сейчас сердце остановится, 86. Я не хочу в это верить. Короче, не повторяйте мою судьбу, поэтому лучше возьмите вот за 10 и, возможно, там доберите по копеечкам что-нибудь. Стрипера, кстати, можно забрать. Так, в общем-то, что у нас по контенту? Куча паков, но мы их не видим за вот этими вот пиками, отыграно в Weekend League, короче, много контента будет, поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали. А перед тем, как мы продолжим, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах, компания Paris. Лучшая в своем сфере компания, где вы можете делать ставочку на абсолютно любую вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Ближайший крутой матч у вас вот здесь вот на экране. Можете зарегистрироваться на сайте, либо в очень удобном мобильном приложении. А если вы пройдете еще верификацию до конца, то получится отличный бонус, фрибет в размере 1000 рублей. Всем удачи. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Кстати, возможно, вы заметили клетку у меня на заднем фоне, у меня там два чудика теперь живут. Лень вытаскивает, но если вы наберете под этим роликом 10 тысяч лайков в следующем видосе, обязательно заценю, кто у меня там живет. Так, ладно, все, поехали. У нас тут сразу 5 пиков, 84+. Первый пик вскрываем и видим максимальный рейтинг 86. Так, а это второй пик, уже поинтереснее. Тут есть Казымирич, 89 рейтинг на сборочку кумира, обязательно улетит. Средний пик открываем. Ну дайте зимнего Джокера одного по-пацански, ну блять, вообще некрасиво получается. Три пика, пока что ни одной спешилки. Окей, четвертый пик, 87. Тут тоже нет зимнего Джокера. Это пиздец. Хотя рейтинги при этом крутые, 89, 88 и 91 Дебрю. Но вот где ты был, когда ты был у нас Джокером? Когда там уже этот финал Катары у нас к концу подойдет? Через два дня. Ну, через два дня на канале, наверное, тоже ждите контент. Тут много прикольных паков нам накидали. Так, ну я, собственно, пошел вскрывать. Если что-нибудь интересное выпадет, вы об этом обязательно узнаете. Так, пацаны, не спойлеритесь, блин. Я тут это, интригу навел. Так, короче, прокатия продолжается. Я вскрыл 10 паков, ничего, даже щиточков не было, я не шучу. Так, ну чё, друзья, 9 наборов, и каждый из них, по идее, может быть топовым. С 11 игроками 81+. Ну, как-то так. Набор с двумя игроками 85, друзья. Тони Кросс. Верати плюс Тони Кросс. Ну, куда-то их надо пихнуть. Предпоследняя сборочка того самого бразильца. Опа, волкаут влево пошел. Давай в Францию. Круто, если бы это был Мбаппе. Но это Тони Кросс. Бля, как ты заебал, нахуй, Тони, ебаный Кросс. Так, ну и 3 финальных пака. Алтимейт. Казамира или кто? Фабинио, блин. Так, все. У нас осталось 2 пака с 5 игроками, 83+. Я хочу с интрижкой посмотреть. Опа, Зимний Джокер имеется, друзья. Вот как только интрижку замутил, сразу упал Зимний Джокер. Давайте по статкам попробуем угадать, кто это. Физуха, 74. Очень выносливый. Защита какая-никакая имеется. Дриблинг, 88. Передача, 85. Ну, выглядит как хуйня самая. Да. Ну, я, в принципе, этого я ожидал. Вот так вот, друзья. И начинается мой год. Вскрыл все абсолютно паки. Нихуя не упало. Также тут два этих мерзотных скамовских пака присутствуют. Естественно, я их трогать даже не собираюсь. Нихуя себе. Это приятный подгон, учитывая, что это сборочка кумира. Так, ну и, собственно, вот, друзья. Собрали мы сборочку кумира довольно-таки быстро. Опять же, она стоит копейки. Так, первая карта. Блядь, я случайно таланты открыл. И, судя по талантам, это какая-то хуйня. Просто подкаты. Хотя, подождите, у Мальдини вроде такие подкаты. 84 физу. А, нет, это не Мальдини. Это что-то другое. Ну, слушайте, с первого взгляда, как будто что-то не самое плохое. Это похоже на какого-то крайка по типу Замброты. Хм, Замброта, это охуенно. Это уже вин, чуваки. Потому что краёк с пятёркой на слабой. И с такими приятными статами. Тем более, он стоит у нас 330 тысяч. Это уже я купила сборочку на изи. Он ещё на ЛМ может сыграть. На РБ и на РМ. 73 физуха. Дриблинг 87. Удары 88. Ну, это какая-то хуйня. Шукер. Так, ну и финальная карта, друзья. 83 физуха. 86 защита. Дриблинг в Сраты. Передача в Сраты. Укорость 80. Ну, вот это, кстати, тоже выглядит как не самое плохое. Возможно, это какой-то центральный полузащитник. По типу Зейдорфа, может быть. Ну, что я могу сказать, друзья. Шукер, понятное дело, мусор. Пяти в теории как-то можно ещё заиграть. Но он стоит 103 тысячи, а за оборотом стоит 300 тысячи. Поэтому тут я даже думать не буду. Беру итальянца, которому я рад впервые за долгое время. 5 плюс 4 у него даже. Я думал, у него 3 на финтах. Тогда это вообще разъёб. Пока что по статистике у меня всё выглядит вот таким вот образом. 4 вэшки и 4 луза. Коноваро, наверное, всё-таки соус-соу. Он где-то между лузом и чем-то хорошим. Швейнштайгер я собрал. Леникера я поймал. Они как бы в этом мероприятии не участвуют. Но если уж куда-то относить Коновара, всё-таки, наверное, он тоже вэшечка. Поэтому получается 5 вэшечек и 4 луза. Точнее, 5 лузов. Потому что у меня ещё у Коновара был дубликат ЧМовский. Ну ладно, друзья. Я по вашим глазам вижу, что вы хотите, чтобы я открыл два этих набора. Ну, собственно, я сдонатил немножко поинтов. И давайте уже в третий раз заскамимся с этими чудо-пакцами. Начнём с пака. Здесь у нас гарантированный базовый кумир. Надеюсь, это будет не дубликат. С вашего разрешения я воспользуюсь плашкой. Интригу создам. Какой-нибудь играбельный бэйбик. Там есть Юсебио. Там есть Пеле. Там есть Крой в конце-то концов. Давайте по остаткам чекнем. Я даже не знаю, что тут и добавить, блядь. У меня просто... Лучше бы я следовал своим словам, которые произнёс в этом видеоролике. Блядь. Два этих мерзотных скамовских пака присутствуют. Естественно, я их трогать даже не собираюсь. Ну и давайте откроем этот легендарный набор. Самый дорогой пак FIFA. Особый зимний набор. У нас есть Гарант Герой 87+. По сути, там ловить некого. Кордоба, Жуналя, либо Лусио. Всё. Остальные ребята мне нахрен нужны. Давай, Фран... Франция! Блядь, они меня заскамели. Блядь, вот уроды. Просто уроды заскамели. Ну, посмотрите, как он отплясывает. Ну, прям счастлив, что наебал меня, блядь. Так. Бернардо Сильва, Вератиш, Криньяр, Нкунку. Ну, короче, шлаг полнейший. Давайте долистаем до конца. Там вроде зимний Джокер могут быть. Так, один зимний Джокер умеется. Давайте его с интрижка чекнем. Я ни на что не рассчитываю, не надеюсь. Но всякое бывает. Так. Что-то сбалансированное такое. Может быть, какой-нибудь краёк по типу Фабио. Или как его там зовут. Нет, это Робинсон, кстати. Подождите, это ведь неплохо. Я ведь прошёл эту игру. И Буатенг ещё. Вот так вот, друзья. Два зимних Джокера. Ну, Буатенг точно нихера не стоит. Типа двадцаточку. А вот Робинсон, он может бабок стоит. Нихуя себе. Друзья-то, вот это везение. На этот раз не заскамели. Типа, они по пинам меня наебали немножко. Но при этом дали Робинсона. Что, наверное, опять же, не так уж и плохо. Сейчас постараюсь его как-нибудь составчик пихнуть. Так, ну чё, друзья. С кайфом Робинсон залетает в мой основной сквад. Сейчас он выглядит вот таким вот образом. Замброд уставлю на ПЗ. Робинсон на ЛЗ. Прикупила себе Канате. Чтоб у всех всё было хорошо. И общая сыгранность получается 33 из 33. Даже у Рузини у меня в аренду. Но я его так чисто примерил на будущее. Потому что, как вы знаете, у меня осталась одна сборка, чтобы собрать этого бразильца. Так что, наверное, это неплохо. Буду тестить. Карта выглядит очень интересно. Остатки прикольные. Так что, получается, друзья, в этом ролике мне повезло. Повезло как с Кумиром, повезло так и с Джокером. И обновил сразу все двух крайков. Ну а на сегодня, наверное, всё. С вами был я, Пандос Фиксович. Спасибо, что смотрите меня. Если вам понравилось это видео, то оставляйте лукасы, классный комментарий. И всем хорошего настроения. Чао-какао.